всем привет вы на канале нашей жизни каролинах и сегодня у нас двое в красным не считая манекена третий красный третий красный прям как на рождественской фотографии сегодня у нас такой экстренный выпуск мы хотели рассказать о двух уникальных находках это первое вот этот пиджак это бренд joseph bank это такой старый американский бренд который специализируется на мужской одежде частности мужских костюмах раньше такой был более солидный бренд сейчас он уже так это не не очень ценится но мы нашли уникальный экземпляр этого бренда это шерстяной красный пиджак из шерсти кого верблюда вообще пиджаки из верблюжьей шерсти они особенно ценятся но это вот joseph bank но это уникальный вариант красный вот его на ebay их таких прям поштучно то есть как вот наш уже мы продали он уходит сегодня счастливому обладателю надеюсь на рождество этот пиджак порадует какого-то джентльмена еще двое было таких продано и сейчас висит вот два таких пиджака на всем ebay вот ушел пиджак за 99 долларов в отличном состоянии тонкая такая шерсть приятная вот как думаешь вот как представитель почему у меня тут еще муж с ним присутствует потому что как представитель мужского населения как ты думаешь почему мужчина ценят вот пиджаки из верблюжьей шерсти да как человек который пиджаках вообще не ходит в принципе мне конечно легко судить про тех кто любит шерстяные пиджаки надо еще посмотреть а куда кстати уходит такой штат ты не смотрела не на юг или час на 3 а вот с них станется грима флориде вот шерстяной пиджак то но он тонкий в чем его преимущество он очень тонкий и легкий вот я вообще полезла мы полезли там поискать вообще про верблюжьей шерсть были удивлены что и в россии сейчас до сих пор существует ферме по выращиванию верблюда верблюдов и выращиванию смысле экстригут там ну да и ты выращивают вот чем как вы вышли шерсть верблюжья шерсть отличается кашемира но я особо не думаю я просто в интернете факты нахожу и вот верблюжья шерсть и и сравнивать именно с кашмиром потому что все остальные виды шерсти они считаются не такого высокого качества как верблюжья и кстати непонятно почему мирина на втором месте но так или иначе как если вы сравниваете верблюжья шерсть с другой то нужно именно кашмир это козлы какие-то вроде бы горные как я понял и особо разницы я так и не установил это и другое очень легкая может быть верблюжья чуть чуть более теплая то что не просто теплый уточнить именно удельную плотность теплее то есть одного и того же веса скажем кашмир и верблюжий верблюже будет теплее они оба теплая но вот верблюжья это будет потеплее еще такое важное уточнение о многие или видели или слышали или даже покупали верблюжье одеяло это достаточно популярная вещь в россии это совсем не та шерсть а просто от слова совсем как я почитал в серблюдах состригают грубо если три основных типа шерсти и вот то что идет в одеяло это очень такая грубая простая ее вот прям прессуют в эти в одеялки это не очень дорого а вот то что идет на костюмы какие-то на свитера на пиджаки это очень вот такая очень высококачественная по моему это называлось подшерсток или еще как-то она очень дорогая и очень тонкая и вот действительно очень похоже по качеству на кашмир и поэтому это совсем уже не то то что вот вы думаете у вас верблюжьем одеяли то же самое верблюжайся на то же самое то есть не все верблюда одинаковые но в нашем случае не все виды шерсти ну а уникальность еще раз это то что красный цвет конечно конкретного экземпляра особенно к рождеству вот и продали ему его не так дорого как хотелось бы но просто когда уйдет время рождественское это придется тогда либо уже еще сильнее его сбрасывать в цене или прятать куда-то очень серьезно прятать гараж потому что представляете такую тонкую элитную верблюжью шерсть это мой просто так там так у классно так вилочку так с ножичком щам и тут это я набрал чуть-чуть где нибудь проплешинку такой сделает и все вещь можно выбрасывать он уже ничего не будет стоить ну и наша вторая находка совершенно неожиданное необычное это пуговицы пуговицы от пиджака и всем лорена мы нашли пиджак но он был по битву той самой молью и кстати кашмировые сделаны во франции то есть все на все говорит о том что это вот натуральная и в сен-лорен мой муж не растерялся говорит а почему бы нам пуговики ты не взять вместо пиджака я оказал что пуговицы вполне себе стоят денег вот этот набор пуговиц может стоить около 80 долларов то есть вот эти пуговицы могут принести столько же сколько вот целый пиджак практически при меньшем геморрою вот интересно эти пуговицы пойдут на китайский на китайский так что вот увидите увидите такие пуговицы если то задумайтесь а во франции ли она была сделана может вот у нас купили и пришили на какого-нибудь из китайского козла сделанный пиджак вот такие вот красивые причем обслали в интернете вот очень таких не нашли его с такими вот как бы полосками оригинальные пуговички ну вот и всего сегодняшних двух уникальных уникальных действительно находках всем спасибо за внимание всего доброго ставьте лайки приходите пошла паковать пиджак